3000 рублей за гладкоствольное оружие, 5 за пистолет и револьвер. Расценки, которые звучат, словно из уст персонажа фильма Алексея Балабанова, на самом деле ничего криминального в себе не несут. Это сумма вознаграждения, которую может получить человек за сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. За патроны, кстати, тоже есть награда, хоть и небольшая, 20 рублей штука. За 2021 год у нас сдано подобное оружие на сумму около 28 тысяч рублей. Это небольшая сумма, но с учетом того, что, конечно, год у нас выдался пандемийный и активность не такая была в большей населении, как в предыдущие годы. Но были у нас года, где и по 150 тысяч люди получали. Преимущественно в центр лицензионно-разрешительной работы сдают гладкоствольное оружие, найденное в старых постройках, и патроны, притом в большом объеме. Но это статистика последнего года. Переносной зенитный ракетный комплекс в Рязани до сих пор никто не находил, говорят в управлении Росгвардии. А за него самая большая награда – 15 тысяч рублей. А вот в других регионах подобные случаи уже бывали. В Рязани же пока находки поскромнее. Правда, даже при нахождении того же ружья действовать нужно правильно. Сергей Данилов рассказал случай из своей практики. Мужчина разбирал постройку гаражную, оставшуюся от родителей, бабушек, дедушек, и обнаружил там, соответственно, ружье завернутое, там в марлю. Он сразу позвонил в полицию. Полиция приехала, они протоколом осмотра зафиксировали местоположение данного оружия, место расположения и постройки, и опросили и человека, и соседей. На руки ему выдали уведомление об отказе о возбуждении уголовного дела. С ним мужчина обратился в Центр лицензионно-разрешительной работы, где ему помогли оформить необходимые документы для того, чтобы получить денежное вознаграждение. Поступи мужчина иначе, например, реши он забрать ружье, доказать потом, что это находка, он бы не смог. Как быть, если оружие досталось в наследство? Об этом и не только. Смотрите «Городские встречи» с Сергеем Даниловым, заместителем начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Выход в эфир в ближайшее время. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город.